Он очень мелкий. Комик шипит? Или нет? Нет, он ушел. Бесконечная мыльная пударь! Давай еще? Малюсенькая аэрогриль. Ой, это вообще малюсенькая. Что, второй шанс взять? Что это за фирма? Нет? Фирма непонятная, проф. Мясорубку можно было купить. Да, мясорубку. Маленькая, сковорода. Тоже маленькая, мне кажется, для нас. Вот, типа, на 40-40. Вот эта, мне кажется, уже можно для нас. Такую средненькую. Я такую фирму даже не знаю. Это лучше уже вам пусть прибором за эту же цену. Какой? С каким прибором? Взять, не взять. Это вот по размеру ничего такое. На размер чаши такой же. Тоже профи кук. 99 евро. Для тех, кто не знает, аэрогриль, которую мы до этого покупали, я сдала назад. Потому что она была слишком громоздкая для нашей кухни. Уж очень большая. Поэтому я сомневаюсь, брать новую, не брать. Я не хочу громоздкую. Но вот это вот ничего такая по размеру вроде бы. Но все-таки чаша у нее должна быть приличного размера, чтобы нам всем хватало. Не знаю, что делать. У меня все время терзают сомнения, нужна нам аэрогриль или не нужна. Буду я ей пользоваться или не буду. Вот она 100 евро стоит. Непонятная фирма какая-то. Лисички. Цена 12. Я хочу этот. 11.76, ладно. Этот маленькую. Это килограмм. Они все килограмм. Они замороженные. Да, больше. Подожди. Это не лисички. Вот лисички. Я хочу со сливочным соусом. Лисички к мясу. Картошки. Давай посмотрим, что тут еще есть. Шампиньоны. Чеснок. Это нам не надо. Осторожно. Они растают и в половину уменьшатся. 29 евро пакет. Ну давай две. Так вот не любят. Или они нахрен. Это штуки? Ну вот вообще восемь делал. Ну они мелкие. Уже мелкие. Ну они гишель, смотри. Они очищены уже. А те с чешуей с чепухой. Это без шелухи, но без какашек. Ну вот, а нам еще какашки надо будет чистить. Что, монеты взять? Нет, те возьмем. Ты будешь чистить? Я думала, ты будешь. Начинается. Ну давай эти. Кто вам? Эти взять две. Ну, вот все чешены. Давай одну очищенную, а одну не очищенную. Мы, в общем, решили набрать мясо, расфасовать его по пакетикам и заморозить. Я на неделе буду размораживать и что-то варить. Тут мясо большими кусками продает. Сах из Альгроси. Вот ребрышки. Ребрышки я бы хотела. Что мы купили? Надо будет сливки купить обязательно. Так, ну что у нас сегодня 18.09, 18 сентября и сегодня у Кости первое родительское собрание. Вот так вот, да, в школе нас уже практически закидали всякими бумажками. Дети еще не проучились даже полных две недели. Полторы недели мы в школе, а уже закидали бумажками, информацией, терминами. Распишитесь тут, распишитесь там, примите к сведению. Школа уже полностью на первые три месяца вперед расписала все свои термины. И, значит, 16.09, который только прошел, у нас приходил фотограф в школу. 18.00, это сегодня у нас собрание родительское. 2.00 октября школа будет закрыта и продленки тоже не будет. Поэтому вот как хотите, так и выкручивайтесь, родители. 3.10, то есть по всей Германии, я не знаю, по всей Германии или только в Берлине выходной, кстати. Вот кто живет на юге Германии, напишите, мне будет интересно. У нас 3.00 октября это всегда инфаер так, это всегда праздничный день, потому что в Берлине пала стена между Ост-Берлином и Вест-Берлином. И Берлин воссоединился, так сказать. И вот с тех пор, по-моему, с 89.00 что ли это года, 3.10.00 это в Берлине выходной, праздничный день. Потом 3.10.00 это у нас четверг, в пятницу, конечно же, школа не работает, зачем на один день выходить. То есть дети отдыхают среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. А родители, естественно, мне никто не даст выходной, мне никто не даст отпуск. Я надеюсь, нас долго не будут на этом родительском собрании держать. Планируют они рассказать все последние новости, обстановку в классе, выбрать родительский комитет. И, в общем-то, все. Вот. Хочется уже выходных. Ну, ничего, еще осталось четверг, пятница и выходные. Долгожданные. Хотя на этих выходных я работаю. Так что выходных, по сути, у меня, так сказать, и почти не будет. Продолжаю свое видео. У нас уже следующий день. Я уже немножко запарилась сегодня такой. Вообще вся неделя такая в стрессе. Хочется и влог снять вовремя, выпустить, чтобы зарплата на ютубе не падала. И вчера было родительское собрание вечером. Не успеваю дома прибрать. Не успеваю стирку закинуть. Вот сейчас, сегодня у нас четверг, 19 сентября. Сейчас я буду готовить ужин. Мясо с картошкой в духовке. И я покупала лисички. Мы были в магазине... Господи, как он называется, забыла. Зельгроз. И я купила замороженные лисички. Хочу приготовить сегодня соус к мясу с картошкой. Вот эти вот лисички. Добавлю туда зелень. И добавлю сливки. Все это хорошо пожарю. Добавлю лука туда. Вот такой вот соус будет с грибочками. И мясо. Мясо вот тут вот мне никогда его мариновать. Я его сейчас отобью. Хорошенько отобью. И посолю, поперчу. Нарежу, наверное, тоже лука сюда. И все это в духовку закину с картошкой. Пусть оно само по себе готовится. Духовка это вообще быстрый вариант. Когда нет времени. А времени нет у меня сегодня. Потому что сегодня в 6 часов мы договорились со своими старыми коллегами. Пойдем мы в ресторан. В общем, все вместе соберемся. Пойдем поболтаем, как в старые добрые хорошие времена. Я очень этому рада. Потому что у нас, к сожалению, нет возможности. Особой возможности такой, да. Пообщаться на работе. Потому что некогда и потому что много чужих ушей всегда вокруг как-то. Ну вот окунуться опять вот как-то в этот, как это объяснить-то, в старые такие приятные чувства. Старые времена, когда мы работали все в одной аптеке. Почти собирается весь коллектив. Это очень классно. Вот. Так что будем в ресторане сегодня собирать сплетни. И знаете, вот такие вот встречи с коллегами, как-то после них особо ничего не меняется, да. Но на душе становится так легко, потому что ты высказываешься и также слушаешь тех людей, у которых такие же как бы проблемы и заботы, да. Которые тебя как никто понимают. Потому что они то же самое переживают, что переживаю я, например, да. Поэтому я очень люблю, охотно хожу на такие встречи. Потому что поболтаешь, выскажешься, послушаешь. Хоть и ничего не меняется, но с такой легкостью на душе оттуда выходишь. Поэтому мы договорились с ними. Даже если мы все разойдемся по разным аптекам. У нас есть группа в WhatsApp. И мы будем списываться и время от времени встречаться. Вот. Посмотрим, насколько долго это будет держаться. Пока вот все рады, все охотно хотят прийти. Вот. Я, конечно же, тоже. Поэтому сейчас мне быстро надо приготовить ужин. Я-то ужинать не буду. Я еще не в ресторане. Но я же не одна живу. Поэтому вот, пошла я дальше отбивать мясо. А еще немножко хотела рассказать про собрание. В общем, полтора часа всякой разной информации у нас вчера было. Полтора часа длилось собрание. Много о чем разговаривали. И что меня поразило, это, конечно, то, что, например, девочкам, девочки приходят уже некоторые с сережками. И когда у детей спорт, воспитатель не имеет права снимать девочкам сережки. Они пластырем заклеивают иногда, но пластырь отходит. И есть вероятность и опасность, что порвать, в общем, ухо. Или поранится. И поэтому попросили родителей девочек, чтобы когда спорт, не надевали девочке сережки. И меня поразило то, что воспитатель не имеет права. То есть девочки сами, вот они маленькие, шестилетние, пытаются снять сережки, пытаются надеть. Снять еще как-то более-менее иногда получается, воспитатель не заговорит. А надеть на них жалко, говорит, не смотреть. Потому что иногда они себе и больно делают, и плачут. Надеть тяжело сережки назад. Вот. И воспитатель не имеет права надевать сережки и снимать детям, потому что это считается Körperverletzung. И тут меня просто вспомнилось мое детство, мои начальные классы, когда мы тоже маленькие девочки. Но я так любила краситься, я так любила. Ну, в школу я, естественно, не красилась. Но я любила вот этот лак для ногтей. И красила ногти. Приходила в школу с накрашенными ногтями. И что делала учительница? Она брала мою руку. Она брала ножницы. И без всякого, к сожалению, ножницами просто отдирала нам всем. Все, кто с накрашенными ногтями приходили, в том числе и мне, снимала просто верхнюю эмаль ногтя. И никто тогда не думал ни о каком Körperverletzung. Ни о том, что чувствует ребенок. Ни о том, что это может быть страшно. Ни о том, что это может больно быть. А сейчас-то я думаю, что в этом плохого? Ну что, ну, пришла девочка с накрашенными ногтями. Нет, нельзя было. И никто тогда не задумывался о нашей психике. И вроде бы все нормальные выросли. Хотя, может быть, что-то и ненормальное осталось. Только я об этом не знаю. В общем, если подозрение на педикулез, то учительница также не имеет права подойти и посмотреть, есть ли у этого ребенка плохи, да, или нет. Это вообще какой-то кошмар. И я вот эта тема у меня всплыла, просто тема в шее. И это нормальное явление в школах немецких. А еще более нормальное явление это в немецких детских садах. Я совсем про эту тему забыла. Я даже как-то снимала видео для вас. И сравнивала немецкие детские сады и русские детские сады. И вы знаете, на протяжении четырех лет, что Костя ходил в русский детский сад, тема, вот эта тема педикулеза, она даже ни разу не вспоминалась. Ни разу не была задета у нас об этом, у нас этого не было в саду. Поэтому у меня немножко встают у меня волосы дыбом, когда я слышу, что это нормально, чтобы детей могут быть в ши. Я надеюсь, нас это не коснется, потому что это очень неприятная тема. И, ну, я по работе вижу, очень часто много покупается этих шампуней, Лёйзе шампунь, что это нормально для немецких детских садов и школ. О, это какой-то кошмар. Лив с лисичками у меня готов. Такая вот красота получилась, вкусненькая, я уже попробовала. Добавила туда еще немножко зелени, укропа. Подлив готов, теперь осталось сделать мясо и картошечку. Выглядит наша картошка с мясом. Я еще добавила сюда овощей, паприку трех разных цветов, лук, немножко масла, посолила, поперчила, добавила некоторые специи. Внизу вон там мясо. Сейчас я это все фольгой закрою, и это пойдет все в духовку. Примерно минут на 60. И все, ужин готов. Ну что, час прошел, вот такой вот красивый ужин получился. Очень вкусно пахнет. Я уже на самом деле очень голодная, но есть не буду, потому что... Бегу в прекрасном настроении на ужин к коллегам. Сегодня будет много-много интересных разговоров. Так, встречаемся мы вот в этом ресторанчике. Точнее сказать, это пиццерия. Я только не знаю, снаружи они будут сидеть коллеги или внутри. Должна правду сказать, что как пиццерия этот ресторан никакой. Потому что пицца вообще на мой вкус никакая. А вот рыбку я брала последний раз очень даже ничего вкусное. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Всем доброе утро. У нас сегодня суббота, время без 15.08. Сегодня моя рабочая суббота. Поэтому все спят, все отдыхают. На улице тишина, в подъезде тишина, а я бегу на работу. Вчера такое не очень приятное зрелище. Наблюдать пришлось. Прямо перед нашей работой сбили человека. Вроде как пожилые немцы. Сбили взрослого мужчину. И по-моему насмерть. На машине. Он переходил, к сожалению, дорогу. В неположенном месте. И то ли они его не заметили. То ли, не знаю, как это произошло. Слава Богу, я не видела, как это произошло. Но я видела потом уже эту машину. С разбитым лобовым стеклом. То есть он головой полностью залетел в машину. Разбил головой лобовое стекло. В общем, такое. Даже вот, слава Богу, я не видела людей. Их уже увезли. Но даже вот то, что я видела остатки. Обувь валялась его. Она одна под машиной. А одна на тротуаре. И это уже было неприятное зрелище, короче. Вот, до сих пор из головы у меня не выходит. Вот тут, вот на этом перекрестке все это произошло. Очень долго нашу улицу перекрывали здесь. И полицаи, в общем, перекрыли полностью улицу. И на дроне летали. И еще там на асфальте чертили. И линейками мерили. В общем, такое. Неприятное зрелище было. Ну и вот на этом красивом кошачьем моменте я буду заканчивать сегодняшнее видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Мы увидимся теперь в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok